Так, народ, всем привет! Я в Казахстане, мы все в Казахстане, точнее я, муж и ребёнок. Букетик тут для красоты поставлю. Изначально расскажу, как мы ехали, сколько это стоило и что нужно было. Выехали мы 26 апреля 2022 года. С нас попросили тест, паспорта и загранпаспорта. Загран не обязательно потом узнался, но нужно для того, чтобы там дольше находиться. И мы поэтому, у нас они лежали, и мы воспользовались с удовольствием. Начали готовиться где-то месяца за два. Собирали вещи, рассматривали, что взять, что не взять. Всё-таки мы летим в Казахстан, тут жарко. Мы летели в Актау. Актау – это вообще самая пустыня. Мы когда подлетали, у меня был шок, потому что пустыня. В пустыне, то есть мы как-то непривыкшие. У нас всё время лиса-лиса, мы летим на трассе. Лиса-лиса-лиса-лиса-лиса-озёра, лиса-озёра. А там уже, конечно, летели мы три часа, кстати, к слову. Так, давайте начнём сначала. Всё-таки подготовка была такая, что мы все вещи разобрали. Потому что нужно было уместить вручную кладь. Мы летели аэрофлотом. Это на каждого было ребёнок до двух лет. Он без места ехал. Но всё равно нам бортпроводник отсадил третьего. И мы все ехали втроём на трёх местах. Хотя ребёнок спал, потому что он понимал, что он будет всех беспокоить. И это было принципиальное решение. Стоила нам поездка где-то 7 тысяч с выбором мест. Я не считаю, что это дорого. До Сочи примерно столько же. Аренда, аренда. В аренде мы заранее договаривались. Мы искали. Очень сложно найти с ребёнком. Ну, в принципе, везде сложно найти с ребёнком. Извиняюсь за голос. Тут просто жуткие ветра. Я немножко простыл. Потом за 2-3 дня мы уже окончательно собрали вещи. И поехали сдавать ПЦР-тест. Мы сдали его 24-го часа. Вообще отдельная тема с гемотестом. Я им звоню, говорю. Там по телефону говорят. В течение суток он будет готов. То есть в течение рабочего дня. Я говорю, хорошо. Мы поехали сдавать в 7 утра. И нам сказали, вы знаете, ребята. А он готов в течение суток. Но это как бы немножко другое. То есть хорошо, что нам в поете, в Сапсане он не потребовался. И нам, в принципе, сделали 25-го числа с утра. То есть в час ночи нам уже пришёл результат. Я очень волновалась, потому что билеты дорогие. И если там, как было написано, если не соблюдать правила, то типа затянется ещё на сутки. Но это вообще, конечно, билеты дорогие. Не хотелось их очень терять. Так. Сдали мы тест. Поехали на Сапсане. Доехали сначала до Москвы. Мы из Нижнего ехали. Потом доехали до Москвы. В Москве уже мы пересели. Автобус был. Ещё изначально он должен был быть 12. Но потом его перенесли на 3 часа. Замечательно. Мы как раз успевали. И мы немножко поели, отдохнули. Ну, конечно, с ребёнком это сложно. Тем более 3 ручные, да, 2 ручные клади были. Аэрофлот разрешает на каждого пассажира по одной ручной клади до 10 килограмм. Там габаритами, не помню какими, там указано 40, 35 на 20, по-моему. И одну сумку. То есть либо рюкзак до 5 килограмм. Но они взяли сам большую сумку, завесили её там меньше. Ну и ладно. Особенно не досматривали в аэропорту. Всё было нормально. Тест мы показали. Они сказали, нужно в электронном виде, то есть на телефоне. И распечатано. Мы сказали, у нас есть. Они просто посмотрели бумажно. Не сканировали, ничего. Скажу так, что с нами ехал мужчина. Он ехал со спутником. И тоже прокатило. Вот так вот. Не могу сказать. При этом на сайте было консульство. Написано, что спутник не действует. Ну, и я не могу сказать. То есть это как посмотрят посольства. И не посольства, а таможенные службы. Какое у них внутреннее распоряжение. Тут ведь так. Так, продолжим. Мы приземлились в Актау. Было время. А у них плюс 2 часа. То есть мы приехали 8 часов. Вот. Всё было прекрасно. То есть мы приехали. Жара. Мы приехали. Я была одета, в принципе, вот так же. Но я чувствовала жару, конечно. Вот это палящее солнце. Для нас она непривычна. Потому что мы поехали с плюс 16. И до сих пор мы акклиматизируемся. Хотя мы тут уже 2 недели. Акклиматизация, конечно. Мы не привыкли. Вот мне сказали, что здесь лея. Там плюс 65 может быть на солнце. То есть вы представляете. У нас плюс 35. Так все умирают. Посмотрим, что будет. Не знаю, если честно. Как раз там. Мне очень нравятся цветы. Они очень все пахнут. Вот этот вот цветочек. Он прям пахнет, ну, как приятный полынь. Как дорогой какой-то. Отдельные темы можно... Следующее видео я сделаю. Как мы вообще заселились. Что случилось после того, как мы все-таки приземлились. И как наши дела обстояли первое время. Продолжение следует...